Добро пожаловать в бизнес Тайм Главная сцена для вашего бизнеса Здравствуйте и добро пожаловать в новый эпизод И сегодня, если вы хотите добиться в жизни действительно больших успехов Найти правильный путь, верную тропу, то этот эпизод для вас Хочу поприветствовать вас в третий раз на подкасте Бизнес Тайм А вы бы Что случилось, Илья? Спасибо, спасибо, что снова пригласили меня сюда в качестве И я, я, я счастлив Я сейчас взволнована И да, я, знаете ли, в жизни все хорошо Вы становитесь более или менее зависимым И я начинаю немного привыкать к этому То, что мы делаем, и я счастлив, и я рад снова быть здесь Большое спасибо, что пригласили Знаешь, толпа тебя любит Мы видим, что мы только что опубликовали несколько отрывков нашей беседы И они получили действительно много просмотров Поэтому люди любят тебя Людям нравится то, что вы говорите Очень здорово, что вы здесь Я хочу вам представить Вы основатель Skypecos Мы поговорим о Skypecos А вы расскажете о MLM-маркетинге Который, как мы уже говорили, является потрясающей возможностью Заработать на жизнь и устроиться в жизни Но прежде всего я хочу перейти к теме Которую мы хотим обсудить Поскольку мы собираемся поговорить о формировании вашей команды Да А создание команды является частью MLM Поскольку в MLM есть два способа Скажем так, заработать деньги Это, прежде всего, продающая часть Необходимая для продажи продукта И мы также поговорим о продукте И мы говорили о продукте в других интервью А также о привлечении новых людей внутрь И мы собираемся говорить в основном о привлечении рефиалов И прежде всего, можете ли вы вкратце объяснить Если кто-то не слышал интервью Что такое Skypecos Skypecos Это просто классная система Что я на самом деле думаю Итак, я работаю в сфере сетевого маркетинга уже 37 лет Я многое повидал в своей жизни Я управлял собственными компаниями более 16 лет Очень успешно И то, что мы продавали в то время Было простым образованием Предоставлением людям знаний Это был один из моментов Который поднимался в последнее время В индустрии появлялось столько безумных вещей Но я не находил ничего по-настоящему крутого И поэтому истории всегда выглядят хорошо Но это не то, что я хотел Поэтому я сказал Давайте вернемся и дадим людям знания о том Как они могут зарабатывать деньги Используя свои собственные деньги Таким образом, можно зарабатывать деньги не только путем создания сети и формирования команды Но и посредством торговли на финансовом рынке И причина, по которой я это говорю Заключается в том, что когда я спрашиваю людей Назовите мне пять причин По которым вы должны доверять кому-то свои деньги Почему вы должны отдавать кому-то свои честно заработанные деньги Есть ли какие-то причины? Это не причины Это верно Делайте это только самостоятельно Конечно, точно Но сделать это самостоятельно Это уже образование Теперь, с помощью системы Skypex Которую мы собрали Мы даем вам, с одной стороны Возможность, о которой вы говорили ранее Создать свою команду Это значит, что вы можете заработать немного денег А эти заработанные деньги Вы сможете использовать позже Чтобы начать торговлю Потому что мы все должны понять Если у вас всего 100 долларов Вы не сможете разбогатеть Вы можете зарабатывать деньги Занимаясь трейдингом Но на это уйдет два года, три года, четыре года Если вы займетесь этим серьезно Какую прибыль вы сможете получить в месяц? Какую прибыль вы можете получить за год? Лучшие трейдеры Сколько они зарабатывают? 30% в год Но это нечто выдающееся Так что большинство из них ходят с 10,15 20% Тогда они уже хороши Итак, 100 долларов плюс 10% 110 миллионов Знаете, это занимает некоторое время Я говорю, что это золотое правило Если вы хотите зарабатывать 10 тысяч долларов в год Вам нужно вложить в торговлю не менее 100 тысяч долларов Итак, 10% легко достичь Не принимая на себя слишком большой риск И не теряя все свое терпение Все свои нервы и все свои волосы Когда рынок идет вверх и вниз Итак, вот какую возможность мы здесь предлагаем Мы даем вам возможность сделать то, что вам нужно для торговли Чтобы заработать 100 тысяч долларов И тогда вы сможете зарабатывать 10 тысяч долларов каждый год простым способом Это никогда не бывает легко Но всегда лучше сделать 10 тысяч долларов из 100 тысяч долларов Чем из 100 долларов 10 тысяч долларов, верно? Определенно Это определенно дает вам гораздо больше возможностей добиться успеха И, эм, давайте начнем говорить о команде, потому что, знаете ли, если мне это нравится, я выйду Я добавлю все необходимое, я просто пойду внутрь И теперь мне нужно убедить других людей присоединиться ко мне в этом путешествии Давайте поговорим о том, что, по-моему, в некоторой степени касается маркетинга и продаж Так что, возможно, это похоже на то, как если бы вы, знаете, помогали людям освоить эти удивительные деловые навыки, которые на самом деле очень важны Так как же затащить внутрь первой? Как вы это делаете? На самом деле все просто Одна вещь, что мы должны понять, сетевой маркетинг никогда не продает Сетевой маркетинг никогда не продает Если вы хотите продать продукт, пожалуйста, не стесняйтесь Идите в ближайший супермаркет и продайте там любые продукты Отправляйтесь в ближайший автосалон и продайте машину Сетевой маркетинг — это построение отношений Сетевой маркетинг — это рассказывание историй и предоставление людям возможностей Поэтому вам нужно показать людям возможность, что вы можете предложить, что они могут себе позволить и где они могут этим зарабатывать на жизнь И это то, что мы делаем в конце дня, смотрим на мир Сколько людей уже 20 или 25 числа борются за доход, люди живут от зарплаты до зарплаты, и, скорее всего, банковский счет пуст 25 числа Осталось еще 5 дней Это можно увидеть даже в Дубае Вы видите, что в начале месяца в некоторых местах происходит событие Все места заняты Приезжайте в конце месяца, все места свободны Почему не хватает денег? Поэтому, когда что-то стоит всего 50 долларов, увеличение цены на 100 или 200 долларов в месяц может изменить жизнь людей Речь не идет о 20 тысяч долларов Это начало И вы не сможете заработать 20 тысяч долларов, если до этого вы не заработали 20 долларов И именно это мы пытаемся сделать, и именно об этом мы должны говорить с людьми И именно это вам нужно показать людям, как они могут заработать первые 50 долларов вместо 100 долларов Итак, сначала 200 долларов, а потом они следуют за вами по течению И это то, что вам нужно сделать? Расскажите историю Мы рассказываем историю Мы даем людям возможность понять, чего им не хватает И предлагаем им решение их проблем Вот чем мы на самом деле занимаемся Ага, но, знаете ли, хотя люди настроены скептически Они, они получают такие возможности постоянно и повсеместно И они всегда, вы знаете, нас забрасывают спамом Типа, мы получили 1 миллион долларов от нигерийского принца Знаете, все получают такие письма Поэтому люди, знаете ли, быстро перестают доверять Или вообще не доверяют ничему в интернете Так как же вам все-таки удается убедить их в этой идее? Я бы сказал, что все наоборот Чем больше это кажется невозможным, тем больше люди этому доверяют Это безумный момент Люди становятся слишком жадными Если я говорю людям, что вы можете начать здесь и зарабатывать 5 или 10% в месяц Торгуя образованием, что вы получите? Люди думают, стоит ли им это делать? Да, нет, но если кто-то другой приходит к ним и говорит Эй, у нас есть торговая, классная торговая система, которая приносит вам 100% в месяц И он платит деньги, не получая никакой дополнительной информации Потому что люди слишком жадные Люди не хотят видеть реальность и реальность Это не 100% в месяц Реальность такова, что вам повезет и вы получите 5-10% в месяц Ну и когда? Когда люди поймут, что реально, и вот почему нужно говорить с людьми, используя факты Просто спрашиваю Простой, если бы существовала такая система, зачем бы вы им были нужны? Это верно Скажи мне, что ты знаешь? И как вы сказали, это нигерийская принцесса Я помню, 30 лет назад мы получали письма Это все равно был шаг вперед И сегодня вы это получите Но, как видите, это все еще работает Люди верят в подобные вещи И каждый хочет быть счастливчиком И каждый хочет быть тем парнем, который скажет Ладно, теперь мое время, теперь мое время Но реальность, когда люди будут честны, это не работа А мечта о том, чтобы разбогатеть Доказано, что это происходит каждую пятницу или каждую среду В зависимости от того, где вы играете в лотерею Если вы видели, когда джекпот достигает 1 миллион долларов 5 миллионов долларов, 10 миллионов долларов Сколько людей выстраивается в очередь, чтобы купить лотерейный билет Даже они знают, что мои шансы выиграть в некоторых лотереях составляют 1250 миллионов Может быть, даже 1250 миллионов Если вы понимаете, а это как если бы вас поразил гром быстрее А затем вы выиграли бы в лотерею Но люди верят, что это быстрые деньги Так что быстро заработать деньги не получится Этого можно добиться, получив правильное образование и проявив должную волю То же самое можно сделать и с сетевым маркетингом Вам нужно показать людям эту возможность И хорошо-то, что мы не отнимаем у людей деньги Мы говорим людям, ребята, вы получите образование, которое вам нужно И в дополнение к обучению мы даем ему даже несколько демо-счетов Где он может торговать, где он может попробовать торговать И если он успешно пройдет два уровня и перейдет на третий уровень Мы предоставим ему средства, и он будет торговать на наши деньги Поэтому нам не нужны народные деньги Мы хотим, чтобы люди стали независимыми и жили самостоятельно и там, где они хотят А сочетание сети и торговли дает вам два источника дохода, которые уже сейчас немного облегчают вашу жизнь Удивительные И в связи с этим, вы знаете, нам, нам, нам нужно создать команду, как мы уже упоминали Не только для того, чтобы получить больше рефералов и больше процентов или что-то еще Но и для того, чтобы создать сообщество вокруг этой возможности торговли Поэтому, как только вы делаете что-либо с людьми вокруг вас, которые поддерживают вас И вы поддерживаете их, все становится намного проще и намного лучше И у вас больше шансов на успех Так что, можете ли вы просто рассказать нам, насколько важны для этих вещей характеристики команд? Насколько вы знаете, нам нужно собрать вокруг себя мотивированных людей Знаете ли вы, насколько среда, которую мы создаем для себя, позволяет нам добиться успеха? Итак, прежде всего, я бы сказал, что любому бизнесу, которым вы управляете, нужны новые клиенты, верно? Мы все знаем Apple Вы видите Apple Реклама Где угодно Только что они запустили новую рекламу для пользователей iPhone 16, верно? Это верно Вы видите Mercedes, Audi, Ferrari, Lamborghini, что угодно Вы видите рекламу каждой компании, ведь каждой компании нужны новые клиенты, верно? И то же самое относится к системе MLM, которая основана на той же истории Нам всегда нужны новые клиенты, и тогда вам просто нужно поговорить с людьми И как вы сказали, вам нужно мотивировать людей Вам нужно найти людей, которые начнут верить в себя, в то, что это главное, что вам нужно делать Итак, вы начинаете разговаривать с людьми и доносить свою душу зрения Сейчас будет решаться, собираетесь ли вы помочь своей команде И это самый важный момент, многие люди поступают неправильно Многие люди дают завышенные обещания, когда продают, только чтобы зарегистрироваться и получить единовременный бонус за регистрацию И они оставляют клиентов в покое Они оставляют членов в покое Здесь вы не заработаете денег Вот это я называю продажей Но если вы подписываете кого-то, берете его за руку и ведете его через систему, показываете ему, что он должен делать Шаг за шагом, что он должен делать Он добивается успеха Это был один из моментов, почему я понял, что сетевой маркетинг — это возможность хорошо заработать Я не заработал денег Я заработал хорошие деньги, но не заработал Все было это хорошо, то плохо Пока я не понял, о чем я думаю Что изменилось И вскоре я понял Мне нужно заботиться о своей команде Мне нужно заботиться о доходе команды, а не о своем доходе И это было важно Это было более 30 лет назад С тех пор я никогда не проверяю, сколько денег я зарабатываю каждый месяц Я знаю, что зарабатываю больше, чем трачу, и это самое главное Но я знаю, чего добивается моя команда Наступает момент, когда все меняется Эгоизм, когда смотришь только на меня, 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 меня В сетевом маркетинге это не работает Это не работает в формировании команды Вот это Вам нужно заботиться о своей команде Вам нужно помочь своей команде Вам нужно разбавить команду Если в вашей команде 10 или 20 или 30 человек Вы можете достичь в 10 в 20 раз большего, чем в одиночку, верно? Совершенно верно И это ключевой момент успеха в команде Заботьтесь о своей команде Удивительный Откуда вы это знаете? Потому что я считаю, что находить нужных людей для своей команды Это действительно большой навык Знаете, я уже более 5 лет владею бизнесом И я знаю, что у меня были свои взлеты и падения Однажды я нашел нужных людей Однажды я нашел плохих людей И я также увидел, что это были нужные люди Но потом я понял, что это не так И нам пришло с Архаем Есть ли у вас какие-нибудь советы для тех, кто нас слушает Как привлечь нужных людей в нашу команду? Ага Моя рекомендация номер один Забудьте тех людей, которых вы считаете нужными Забудьте этих людей 90% этих людей мы используем Это ребята, которые этим занимаются Это ребята, которые этим управляют В основном этим не занимаются Это одна из вещей Поэтому вам нужно поговорить со всеми Вам нужно поговорить со всеми И вам нужно забрать людей оттуда, где они находятся И моя рекомендация всегда заключается в простом вопросе Я спрашиваю, а я спрашиваю Ильяса честно Когда у тебя месяц был 15,20 25 числа Таким образом, вы всегда получаете реальный ответ А затем находите людей, о которых они начинают думать Это на самом деле правда Когда вы ушли? В последний раз, когда вы были в супермаркете И хотели купить что-нибудь для барбекю или вкусного стека А в итоге купили курицу или просто пасту У меня было такое время давным-давно У меня была такая ситуация Знаете, у меня было 5 немецких вагю Который из них 10 немецких марок Это 5 евро, 5 в кармане Поэтому, когда мне нужно было заправить машину Мне нужно было купить немного еды Так вот, в этом-то и суть Поэтому вам нужно показать людям, что происходит И затем вы видите это в людях Когда они начинают улыбаться Когда они начинают говорить Ух ты, это правда Мне нужно переодеться Тогда это работает В конце концов, как я уже сказал Большинство людей, которые думают Что этот парень что-то делает Определенно этого не делают А парень, о котором вы думаете Никогда этого не делает Потому что люди, которые испытывают финансовые трудности На самом деле никогда не появляются Понимаете, они никогда этого не делают О, я король мира Люди, которые всегда такие Короли мира Они не хотят Они не хотят брать на себя никаких У меня нет денег Они не хотят брать на себя Я не хочу этого делать Понимаете? Или они не хотят брать на себя обязательное Но большинство людей используют это как оправдание Чтобы не начинать бизнес Это или у меня нет времени но на самом деле, что сказать? У меня нет денег. Это верно. Это самое главное. Так вот, когда вы идете к этим суперзвездам, они боятся признаться, извините, у меня нет 100 долларов, чтобы начать бизнес. Да, ну-ну-ну все же, когда мы ищем команду, мы ищем участников. Знаете, нам нужно, чтобы у каждого была своя собственная роль, своя собственная идея внутри команды. Так как же найти подходящего человека? Как вы узнали, вы только что сказали, что нужно избегать своих инстинктов. Знаешь, просто сделай наоборот своим инстинктом. Но все же, есть ли у вас какие-либо советы или подсказки, которые, как вы знаете, действительно могут помочь нам сделать правильный выбор? Вы их находите. Это как если бы вы посадили семя в почву, из него вырастали бы плоды, верно? А потом вы увидите, хороший это фрукт или нет. То же самое и в нашем бизнесе. Вы помещаете всех в систему, а затем видите, как они растут. Поэтому вам нужно, скажем так, вам нужно воспитывать своих собственных людей. Вам нужно их найти. Это не то, что вы видите кого-то и говорите, это парень. Возможно, это был парень из компании по производству пищевых добавок. Возможно, это был парень, который любил продавать костюм. Может быть, это был парень, который продавал обувь или что-то в этом роде. Возможно, он именно это и сделал. Он любил. А когда вы делаете то, что любите, и любите то, что делаете, вы всегда добиваетесь успеха. Так что если вы сейчас занимаетесь бизнесом и говорите, я не знаю, но мне нужно зарабатывать деньги, то это не работает. Итак, вы найдете эти бриллианты в процессе создания своей команды. Так что это может занять неделю, может месяц, может полгода. Вы увидите людей, которые следят за вами. Поэтому лучших лидеров и лучшие образцы для подражания вы получите в своем бизнесе, если вы растите их самостоятельно. Определенно. И я хочу, прежде всего, согласиться с этим, потому что считаю, что лучшие люди, которые у меня есть, как и один из моих топ-менеджеров в моем бизнесе, были мелкими производителями. Знаете, когда он только начинал, а теперь она выросла. И это действительно удивительно видеть. И я также хочу упомянуть мотивацию, потому что я считаю, что в команде, которая ежедневно выполняет свою работу, усердно трудится, это действительно снижает мотивацию команды B, потому что они не связаны между собой. Иногда, знаете ли, для успеха бизнеса иногда команда, которая занимается созданием продукта, не знает историю успеха продавцов, которые продают этот продукт, и с которыми они сталкиваются каждый день. Как же мотивировать свою команду? Да, одно, это прежде всего то, что нам нужно понять. Если вы не способны мотивировать себя сами, никто в мире не сможет вас мотивировать. Так вот, это-то мне и не нравится. В отрасли. Вы знаете, вы найдете много мотивирующих ораторов, действительно хороших, но когда вы приходите на выходные или на семинар, вас толкают, вы запрыгиваете на стол и кричите, и все это безумие. Но теперь вы идете домой и готовите на пару при температуре 200 градусов. Температура достигает точки замерзания после 4 градусов, и обратно она уже не возвращается. Так что эта мотивация, правильная мотивация, должна наращиваться шаг за шагом. Вот что мы пытаемся сделать с командами, чтобы быть с ними на связи в наше время с помощью звонков в Zoom, Google Hangouts, совещаний в режиме реального времени, чтобы быть вместе и делиться всеми историями, тем, что мы делаем, и это-то, как вы приносите мотивацию в команду, давая людям. И это-то, чем мы занимаемся, также является частью нашей образовательной программы. Поэтому мы информируем людей не только о деньгах. Мы также обучаем людей тому, как создавать команду. Это означает, например, что каждое утро перед сном вы должны составлять список из 4 или 5 пунктов того, что вам нужно сделать. Таким образом, каждый раз, когда вы делаете что-то из списка, вы это отменяете. Сделанный. Конечно, вы знаете, какое чувство возникает, когда достижение достигнуто, достижение достигнуто. И эти маленькие шаги наполняют вас мотивацией, которая вам нужна. Знаете, если у вас большая мотивация, 1 миллион долларов, а вы зарабатываете 10 тысяч, 20 тысяч долларов, вы в полном бешенстве. Знаешь, я потерпел неудачу. Ты знаешь, что я потерпел неудачу, но эти 10 тысяч долларов, возможно, больше, чем ты заработал за последние 2 года, вместе взятые в каком-то другом бизнесе. Если вы понимаете, это верно. Вот почему поставьте себе цель сначала на 50 долларов, потом на 100 долларов, поставьте себе цель звонить двум людям в день, а через пару дней добавьте еще трех человек. Так что к этому привыкаешь. И именно то, о чем мы говорили с самого начала. Вы становитесь зависимым. Поверьте мне, вы привыкнете. Это верно. И поскольку ты больше не можешь жить, ты просыпаешься утром, берешь телефон, звонишь своей команде, бац, следующий. И это то, что нужно делать с человеком, находящимся в контакте. Самое главное, это человеческий контакт. Мне нравится эта идея насчет WhatsApp, но я ненавижу эту идею насчет WhatsApp. Знаете, в наше время люди всегда становятся ленивыми. Текст, сообщения. Сегодня вечером у нас мероприятие. Присоединяйтесь по ссылке Zoom. Сколько сообщений вы получаете в день? Сколько сообщений вы получили в WhatsApp? Я получаю сотни в день. Точно. А сколько из этих сообщений вы забываете через секунду после того, как увидели? Все они. Точно, точно. Это проблема. Но если бы я позвонил тебе и сказал тебе, я бы поговорил с тобой. У нас сегодня встреча. Сегодня вечером у нас совещание по Zoom. Присоединяйтесь. Я отправлю вам ссылку. Ага. Что бы вы запомнили? Я бы запомнил больше, но мне потребовалось бы время, чтобы ответить, потому что это меня отвлекает. Это меня отвлекает. Конечно, телефонные звонки. Конечно. Но когда вы... Я как партнер по сетевому маркетингу. Я как партнер в бизнесе. Я бы лучше позвонил 10 людям. Мы свяжемся с вами еще до того, как я отправлю сообщения 100 людям. Если я позвоню 10 людям, я гарантирую, что у меня будет больше людей в сети, чем если бы я отправлял сообщения 100 или 200 людям. Итак, это успех. И здесь мы возвращаемся к образцу для подражания. Вы начинаете как лидер, как ваш ваш стоящий руководитель, как мы это называем, и показываете людям, как делать дублирование. Если вам лень с ними разговаривать, так скажите, слишком лень с ними разговаривать. Да, определенно. И я также хочу, чтобы вы знали, что иногда возникает некий диссонанс в том, чтобы быть владельцем бизнеса. Потому что иногда, знаете ли, вы хотите создать свою команду, вы хотите расширить ее, вы хотите привлечь новых членов в свою команду, но вы все равно хотите продолжать развивать и развивать уже существующих членов вашей. Команды. Так как же объединить эти две вещи? И в наши дни всегда то же самое. Итак, у нас есть правило 8000-20. Поэтому мы всегда говорим, что 20% ваших сотрудников приносят 80% вашего дохода. Но эти 80% людей, которые зарабатывают только 20% дохода, создают 100% гол. Итак, когда у вас есть система, в которой вы очлеживаете людей, вы видите тех, кто действительно хочет. Итак, как я уже сказал, я даю рекомендации своим людям. Я говорю, найдите пятерку лучших людей. Итак, вы даете некоторым людям задание и видите, что если люди, выполняющие задания, делают то, что должны делать, они останутся в первой пятерке. Потому что именно так и ведется бизнес. Вы никогда не сможете управлять бизнесом, имея в штате 100 человек. Конечно, в команде может быть 100 тысяч селлых, 200 тысячных, 0,00, даже миллион человек. Когда-то в моей команде было более 500 тысяч человек, и я ее контролировал или управлял ею с пятью людьми во главе. Это все, что вам нужно. Ага. Затем, если вы найдете этих людей, которые делают именно то, что должны делать, вы сможете контролировать остальную часть команды. Я это не контролирую. Или ты. Вы возглавляете остальную часть команды. Думаю, это более подходящее. Вы ведете команду по правильному пути, так что это не невозможно. Но вам нужно найти. Вот почему вам также нужно придерживаться своих правил. Вот почему вам также необходимо соблюдать правила. И тогда вы найдете людей, которые действительно этого хотят. А если не хочет, то не хочет. У всех одинаковые возможности. И что хорошо в этом случае, когда мы говорим о нашем продукте, нашей компании и нашей идее, если он не создает команду, он все равно получает образование. Он все равно получает образовательную программу, он получает 52-недельную образовательную программу. Мы получаем всю необходимую ему информацию. Так что если у него уже есть деньги для торговли, смело торгуйте. Вы знаете, что вам не нужно создавать команду? Ага. Но, конечно, в конце года, назовем это концом года. Если вы начинаете торговать с 1000 долларов США, с 10 000 долларов США, 100 000 долларов США или даже с большим количеством, то, что может быть более забавным, как это пойти в большой ужас, вы знаете, вы знаете, вы видите огромные суммы на столе. Конечно. И вот что действительно важно. Недавно я разговаривал со своим другом, и это факт. Вы знаете, что в трейдинге можно терпеть такие потери каждую ночь, даже каждую секунду, верно? Сетевой маркетинг. Никогда. Ваша команда останется с вами навсегда, если вы будете честны со своими коллегами. Если вы работаете в команде и являетесь ее другом, партнером, членом семьи, вы никогда ее не потеряете. Со мной есть люди, мои команды, которым 20,25 лет. Знаете, их никогда не теряешь. Таким образом, разница между инвестициями может исчезнуть уже завтра. Если вы создадите свою команду, она останется навсегда. Определенно. И еще, вы знаете, мы говорим об образовании здесь, поскольку, как вы знаете, при построении команды с помощью Skypex мы говорим об образовании. Вы упомянули о своей 52-недельной образовательной программе. Не могли бы вы немного пояснить? Расскажите нам, что мы получим за эти 52 недели, которые составляют целый год. Итак, что же мы получим за этот полный год? Поэтому мы разработали различные виды образовательных программ, чтобы люди могли глубже понять эти области. Итак, прежде всего, даже бесплатный клиент у нас есть как бы денежный дневник. Таким образом, вы можете планировать каждый день. Так что вы уже получаете бесплатно. Член, вам не пришлось ничего платить. Вы уже что-то получаете. Итак, начните планировать. Потому что если вы не планируете свою жизнь, вы планируете неудачу. Сделанный. Иметь дело. В этом-то и суть. Если вы ничего не планируете за себя, кто-то другой это сделает за вас. В этом-то и суть. Такова жизнь, знаете ли? Итак, пункт номер один. Вы понимаете эту теорию. Пункт номер два. Вы получаете базовые знания о деньгах. Это то, что мы также раздаем людям. Люди должны понимать, что такое деньги. Деньги не падают с деревьев. Я всегда говорю, если вы никогда не уважаете деньги, деньги никогда не будут уважать вас. Итак, основные правила. Что нас ждет? Это похоже на то, что мы даем просто базовые знания о деньгах. И, конечно же, мы переходим к торговле. У нас есть специальный курс по криптовалютам для криптотрейдинга. Рынок криптовалют отличается, например, от фондового рынка, товарного рынка. У нас есть индексные рынки. Итак, у нас есть разные торговые модули. То, что мы раздаем людям, зависит от пакета, к которому вы присоединитесь. То, что вы получаете, это образовательная программа. Итак, начнем с самого простого, с акций, поскольку они есть у всех. Это может сделать каждый. Затем мы обновляемся с помощью криптовалют. Мы идем по индексам, мы идем по средним товарам. Итак, мы даем людям несколько возможностей для того, чтобы они пошли, поучились, и вы всегда решаете. Как мы уже говорили, с помощью пробного счета, с помощью гамма-счета, где у вас есть возможность торговать. Вы даже можете потерпеть неудачу два раза. Вы можете начать снова, и вы сами решаете, когда начать. Но, как мы уже говорили в прошлый раз, я рекомендую сначала научиться чему-то, потому что если вы что-то теряете, значит, вы это теряете. Его больше нет. Определенно, определенно. И вы знаете, что после 27 лет работы в MLM вы 3737. Ух ты! Прошло еще 10 лет. Ага, я старею. Да, да, ты выглядишь на 27. Итак, я пошла в детский сад. Я набрала свою команду еще в ясельной группе на песочнице. Знаете, вы завербовали. Невероятный. Так. Но, знаете ли, после стольких лет работы и ведения сетевого маркетинга вы, э, познакомились со многими людьми. Вы присоединяете к сообществу. И я думаю, что все они, знаете ли, начинаются с трудностей. Знаешь, они приходят к тебе и говорят, эй, Удо, эта штука мне не подходит. Я пытаюсь это сделать. Я пытаюсь это сделать. И я просто не могу этого сделать. И они идут с вами, идут за вами. И вы пытаетесь им помочь, пытаетесь помочь им добиться успеха. Итак, вы все услышите, с какими основными проблемами к вам обращаются люди, и как вы помогаете им их решать. Итак, 99% проблем, возникающих из-за финансовых ситуаций, если у вас проблемы с женой. Скорее всего, у вас недостаточно денег, потому что вы хотите поехать куда-то в отпуск. Ваша жена, возможно, хочет переделать кухню. Понимаете, о чем я? Так что в большинстве случаев, если у вас нездоровая ситуация, это может быть связано с тем, что вы постоянно покупаете плохую или дешевую еду. Вы не выбираете здоровую пищу. 90% или 99% проблем всегда так или иначе связаны. Знаете, вот почему, когда вы читаете статистику, большинство людей разводятся из-за денег, ситуации, денег, вот в чем суть. Вот об этом я и говорю. И вот когда деньги могут определенно решить проблемы людей, вы знаете, вот в чем, например, если у меня нет времени, у меня могут быть деньги. Решил некоторые из них для себя. Так что деньги могут быть решением проблем, но деньги определенно не являются конечной целью. Вот что я всегда говорю, ребята, никогда в жизни не работайте ради денег. Никогда. Если вы хотите заработать 1 миллион долларов, никогда не работайте за 1 миллион долларов. 1 миллион долларов имеет 6 нулей, а 0 никогда не имеет значения. Все, что вам нужно сделать, это работать ради мечты. Что бы вы хотели сделать с миллионом долларов? Что бы вы хотели сделать? И именно с этого я начинаю, когда говорю с людьми. Если вам нужно дополнительно 200 евро каждый месяц, что вы будете делать с двумястами долларами? Вы, возможно, купите более качественную еду, возможно, квартиру на одну комнату больше, чтобы у ваших детей были отдельные комнаты. Возможно, вы бы дали своим детям лучшее образование. Возможно, у вас появится возможность добираться до работы на поезде, а не на велосипеде. Если вы понимаете, о чем я. Итак, это основы, с которых нам следует начать. И когда люди готовы забыть обо всем прошлом и начать все со свежим умом, они всегда добиваются успеха. Но проблема в том, что люди всегда говорят, о, я делал это раньше. Хорошо, если ты делал это раньше, почему ты не добился успеха сегодня? Так что если вы повторите все истории еще раз, вы снова окажетесь в тех же местах. Поэтому самое главное, когда люди приходят, они должны быть готовы забыть обо всем и начать все сначала. Начинать все заново, значит, начинать звонить друзьям. Проблема в нашей отрасли в том, что у вас есть лидеры. Они чувствуют, о, я лидер. Нет, нет, я не приглашаю людей с мероприятий. Нет, 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 я беру на работу этого и этого. У него 50 человек, у него 100 человек. И этот парень это сделает. Нет, если вы не покажете им, как это работает, они не сделают этого за вас. Так что не волнуйтесь. Они делают это для себя и показывают людям. Это главное, привлечь людей и показать им, как они возвращаются, показать им, как все проходит и уходит вместе с ними. Определенно, еще, вы знаете, потому что большая часть MLM это ранги. Знаете ли, в зависимости от того, сколько людей вы привлекли, сколько человек в вашей команде, вы получаете разные ранги. Не могли бы вы немного рассказать о конкретных рангах в Skype? Как это работает, насколько это похоже на основы. Так что да, конечно, ранги всегда очень важны для нас. В системе имеется 12 различных рангов. Это связано с объемом, но во многом это также связано с тем, сколько людей в вашей команде добиваются успеха. Так что если вам нравится самый лучший продавец, вы приносите ему миллион продаж. Вы не достигнете никаких званий, потому что не заботитесь о своей команде. Так что вы можете сделать это, возможно, с 10% объема. Но вы заботитесь о своей команде, поэтому вам нужно заботиться о своей команде и признании. Это самое главное, что я чувствую в жизни. Ты знаешь почему. Почему люди здесь всегда знают. Ты не можешь знать. Ты слишком стар. Знаю, что ты слишком толстый. Знай свою женщину. Знай своего мужчину. Поэтому вы всегда знаете, когда люди становятся действительно любезными. Сделанный. Молодец, отличная работа. Когда люди это услышали. Почти никогда не смотрю. Посмотрите, посмотрите на это. Что вы видите, когда заходите в Макдоналдс и в Бургер Кинг? Работник месяца. Верно. Эти люди очень гордятся тем, что стали работниками месяца. Он ничего не получает. Он не получает даже бесплатный бургер. Вы знаете, для чего это нужно. Но у него возникло ощущение, что я сделал что-то особенное. И это это чувство, которое мы хотим дать людям, осознавая, что вы кто-то особенный. Вы сделали больше, чем остальная часть команды. Вот почему мы вас узнали. Это то, что мы делаем на обычной работе. Что случилось? Ничего. Ничего. Вы начали работать в супермаркете и работаете там до выхода на пенсию. Верно? Ага. Это так. Никто не может. Отличная работа. Отличная работа. И в худшем случае, о чем я всегда говорю. Ребята, когда вы работаете в такой компании, как я, много-много лет назад работал с аудиторией на сборочном конвейере. Так что, если я все еще буду там работать, то, возможно, выйду на пенсию в 65 или 67 лет. Что вы получаете, вложив всю свою жизнь, все свое здоровье и всю свою страсть в компанию? Что вы получаете? Может быть, красивую футболку или что-то в этом роде? Да, вы получаете футболку или, может быть, вы получаете корзину с едой или, может быть, вы получаете часы за 20 долларов. Какой из них написан? Я не знаю, как угодно. Да, знаешь, вот что ты сделал. Это не сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг – это семья и признание. Признание людей, достижений. И это то, что делает людей счастливыми. И это действительно то, чем мы занимаемся. И это возвращает нас к тому, о чем вы говорили ранее, эти истории, то, что наш народ должен рассказать. Я помню, когда мы проводили наше мероприятие, и люди выходили на сцену и доходили до первых видов. Вы знаете, все тряслись. Знаете, вы выступаете перед сотнями людей. И это первый раз в жизни, когда вы это делаете. И все равно люди подходят. Знаете, они одеты в свадебные костюмы. Что они сделали 10 лет назад? Когда-то это было так. Теперь это уже не подходит. Но потом, когда люди выходят на сцену и слышат эти истории, они говорят, если он смог это сделать, то и я смогу. Так что это именно признание, которое нам нужно дать людям. Определенно. И говоря о признании, давайте поговорим об успехе. Знаете, потому что, знаете ли, после стольких лет работы на многих других платформах, включая Skypex, вы столкнулись со множеством историй успеха. Знаете, многие люди добились успеха с вашей помощью, с помощью вашей команды. Можете ли вы поделиться хотя бы одной историей успеха, которая пришла вам в голову и которая могла бы вдохновить нас? Да, у меня за это время было много историй успеха. И хорошо-то, что вы видите людей, как я уже сказал, когда у вас есть люди, которые 20-25,30 лет в бизнесе, с которыми мы работаем. У меня есть один тренер по хоккею с Шайбой из Чехии. Он многому у меня научился. Он посылает мне все эти знания, потому что в то время он продавал знания о построении команд и совместной работе. И он много чего сказал. То, чему я научился у вас в плане создания команд, я использую и по сей день. И вот у нас был один из них, один из моих лучших примеров, фермер из Польши. Он основал бизнес. Это был 1996-ц. Он начал свой бизнес и продал последнюю корову на ферме. Он был где-то, нигде. Он продал последнюю корову. У него было столько проблем с семьей, с отцом. Что мы делаем сейчас, что происходит? Знаете, он продан. Все сказано, чтобы начать наш бизнес. Сейчас он один из крупнейших фермеров Польши. За пару лет он заработал 4 или 5 миллионов долларов. Знаете, что будет, если все сделать правильно? Один из моих друзей тоже был из Чехии. Теперь он владеет парой многоквартирных домов. И у него счастливая жизнь. Знаете, успех возможен, если вы готовы заплатить за него определенную цену. И вот что люди должны понять. Мы можем пойти в супермаркет, взять тележку, положить все в корзину и проверить, что нам нужно сделать, чтобы донести это до машины. И нам придется за это заплатить. Верно? Конечно, если вы не заплатите, нас, скорее всего, арестуют. Так и жизнь точно такая же. Все, о чем вы можете подумать, существуют. Итак, яхты, вечеринки, жизнь, праздники, дом, квартиры, одежда, все, что по-моему, или же существует. Да, вы можете положить все в свою корзину, но когда вы оформляете заказ, вам нужно заплатить. А в сетевом маркетинге вам нужно платить за потраченное время, за приложенные усилия, за мотивацию, за то, что вы вкладываете, чтобы помочь своей команде. Так что, если вы готовы заплатить эту цену, вы получите в жизни все, что захотите, но вы должны быть готовы заплатить эту цену. Знаете поговорку, ничто не дается даром. В жизни ничего не дается даром. Определенно, точно. И, очевидно, если вы готовы заплатить за эту цену, сделайте это. Удивительный. И, знаете, исходя из этого, знаете, настойчивости, о которой вы только что упомянули, и действительно большого потребности и жажда успеха, как вы здесь упомянули. И каковы другие ключевые квалификации? Вы чувствуете, что ключевые качества, которые должны быть у успешного участника МЛМ, чтобы он мог добиться успеха, мечтать. Вот и все. Мечтать. Мечтайте о большой уверенности. Никогда не сдавайся. В нашем бизнесе невозможно не добиться успеха. Единственное, что происходит в нашем бизнесе. Вы сдаетесь, потому что каждый раз, когда кто-то говорит вам по телефону, нет, что вам нужно сделать, вы можете положить трубку и сказать, что она не работает. Или можете снова поднять трубку и сделать следующий звонок правильно. Если вам больше некому позвонить. Что? Я не думаю, что вам есть к кому обратиться. Итак, у вас есть много людей, которым вы можете позвонить. По телефону вам говорят, о, я никого не знаю. Я говорю, хорошо, у тебя есть... Да, дай мне это. О, почему, почему, почему ты говоришь, что у тебя никого нет? Понимаю. Так зачем вам нужен телефон? Если вы понимаете, о чем... У каждого есть кто-то в телефоне. Так что если нет, выйдите на улицу, познакомьтесь с людьми. Вы можете разговаривать с кем угодно, если вы готовы разговаривать с людьми. Поговорите с людьми. У вас есть возможность это осуществить. По сравнению с любым другим бизнесом, если вы управляете рестораном, если вы управляете чем угодно, и вы не зарабатываете денег, чтобы платить аренду, вы не можете управлять своим бизнесом. Это прямо здесь. Вам ведь не нужно платить за аренду, ведь вы так живёте сами по себе, верно? Совершенно верно. И нет, вам не нужно платить налог, если вы находитесь в Дубае. Так что это ещё один вопрос. Вам не нужно иметь ещё одну акцию в вашем активе. Вот в чём была причина, вот в чём была причина. Когда я покинул Германию, я уехал из Германии. Я уехал в Монте-Карло. Это было мило и прекрасно. Это было поистине удивительное место. И единственное, что я знал за это время о Монте-Карло – это то, что я вырос в маленькой деревне. Единственное, что я знаю о Монте-Карло, это то, что если я перееду туда, мне не придется платить налог Да, но, честно говоря, я даже не знал, где находится Монте-Карло Поэтому я забронировал билет на рейсы и полетел, не зная, куда именно Они просто сказали, что это не налог Хорошо, я там, ни за что Почему я иду? Точно? Да, определенно Определенно Послушай, Удо, как всегда, было потрясающе пообщаться с тобой Возможно, вы хотели бы поделиться чем-то еще в этом интервью Ага, сейчас мы объединяем множество вещей, помогая команде, придумывая все Так вот, многие люди задают мне один и тот же вопрос И именно этим я хотел бы поделиться с людьми, которые говорят, Удо, ты заработал так много денег в своей жизни Ты такой классный работник в бизнесе, где ты работал раньше, ты не сделал многого Вам нужно провести пару вебинаров, пару звонков по звонку Но знаете, ребята, я всегда говорю, если вы недовольны тем, что вы делаете, то вы никогда не сможете быть счастливы в жизни Знаете, никогда не работайте ради денег, работайте ради своего удовольствия Поэтому я искал работу в этой отрасли и управлял собственными компаниями сетевого маркетинга Я бежал, чтобы его нарастить У нас в одной компании было 300 тысяч человек, больше 500 тысяч Поэтому мы создаем сильные компании И вот однажды я просто сказал себе, я больше не хочу испытывать этот стес Знаешь, я хочу расслабиться, выйти на сцену, поговорить с людьми, которые не работают за ее пределами Но за последние 10-15 лет я так и не смог найти настоящий дом Вы находите хорошие истории, хорошие вещи вокруг, но ничего Что меня действительность не дала, так это то, что я был взволнован, когда делал это Но когда вы видите это через некоторое время, изменения здесь, 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 последняя компания, которую я сделал У меня было 16 лет, один план компенсации, ни одного изменения в системе Всегда было одно и то же А в наше время вы видите так много перемен, так много всего, так что? И вот почему я сказал, ребята, я больше не хочу ходить И дело в том, что именно поэтому я сказал, что начал снова с себя И мне хотелось объединить знания с возможностями торговли Итак, чтобы узнать, как зарабатывать деньги, как дать людям возможность заработать немного денег Что вам нужно для создания команды, чтобы получить немного денег Но вы делаете это самостоятельно Так что не доверяйте свои деньги другим людям Доверяйте себе Какой лучший способ добиться успеха? Определенно, получите правильное образование Окружите себя правильными людьми и создайте вокруг себя успешную команду Определенно Обо всем, о чем мы говорили в этом интервью, Удо, было приятно поговорить с тобой, как всегда Большое спасибо, что пришли сюда Вы сказали что-то обо образовании, извините, что поднимаю эту тему Ага, знаете, это как многие говорят, что образование не нужно Я всегда задаю один и тот же вопрос Если у вас возникла проблема, как, например, у моего друга случился сердечный приступ Вы идете в больницу и спрашиваете врача, есть ли у вас какое-то образование А он говорит, я начал только месяц назад Вы были бы уверены в том, что он сделает вам операцию? Я бы, наверное, убежал и попытался сделать это сам Да, ага Поэтому образование действительно важно Люди просто недооценивают некоторые моменты Вот почему вы принимаете свое образование именно так, как вы сказали Так что да, я всегда рад быть здесь И я уверен, что мы скоро снова увидимся Конечно, конечно, я не могу этого дождаться Большое спасибо Спасибо, добро Пожаловать в бизнес-время, главное Спасибо за субтитры Алексея Курасова Продолжение следует...